Добро пожаловать на лучший канал про кино Тип-Топ! И в этот раз мы подготовили для вас ТОП-10 лучших фильмов 2022 года, которые уже вышли! А если ты хочешь выиграть 5000 рублей, то подпишись на канал, нажми лайк и посоветуй фильм в комментариях! За самый интересный совет я отправлю деньги на банковскую карту, а это победитель из прошлого видео! Может в этот раз выиграешь именно ты? Жду тебя в комментариях! Без лишних слов нажми лайк и подпишись, ведь это займет всего лишь 5 секунд, а мне будет очень-очень приятно! Приятного просмотра! Озон, Райфайзенбанк, Ютуб, Твиттер! Поэтому востребованность Java-разработчиков особенно актуальна! Овладев языком Java, все, что вам будет нужно для работы, это ноутбук и интернет! Тогда вы сможете зарабатывать деньги из любой точки мира! А изучить его поможет онлайн-школа Skill Factory на своем курсе Java-разработчик! Большой плюс именно этого курса в том, что все обучение будет построено через практику! Тренажеры, самостоятельные проекты, проекты в команде, совместное написание кода на вебинаре с ментором! В итоге, к концу обучения у вас будет обширное портфолио! Вы сделаете два больших проекта! Ролевую игру и API-интернет-банка! У Skill Factory большая экспертиза в обучении IT-навыкам! Они приглашают к сотрудничеству лучших практикующих экспертов с рынка, которые помогают студентам освоить материал и отвечают на вопросы! Skill Factory, как никто другой, знают, что вам нужно для того, чтобы стать полноценным специалистом! Поэтому при покупке курса они дарят вам дополнительные курсы, которые помогут прокачать необходимые скиллы! А еще! Все, кто приобретет курс по моему промокоду ТИПТОП, получат скидку 50% и смогут попасть на день открытых дверей в Билайн! Там вы узнаете, как построена внутренняя кухня крупной компании, какие отделы и команды существуют, и как они работают, и еще много всего интересного! Переходи по ссылке в описании и не жди 1 января, чтобы начать новую жизнь! Начни ее менять прямо сейчас! Десятое место. Неувольняемый. Вэнсон обожает свою непыльную работу. Однако грядет массовое сокращение госслужащих. Начальница Изабель всеми силами пытается найти причину для его увольнения, а он категорически отказывается уходить по собственному желанию. В ее власти командировать его в самые сложные и удаленные места службы. От африканской глуши и амазонских джунглей до Северного полюса. Кто победит в этой схватке не на жизнь, а на повышенную пенсию? Пусть остынет немного. Напишите там, что я профнепригоден. Ну, тогда ваша напарница огорчится. Она что, ученая? Да. Вот пусть сама и учится. Я возьму глобус, раскручу его и поставлю палец в случайное место. И засуну его туда, где палец. Девятое место. Бандит. Харизматичный преступник Гилберт. Галван-младший бежит из мичиганской тюрьмы и укрывается в Канаде. Там он покупает себе новую личность, но вновь берется за старое. Он грабит рекордные 59 банков и юбилирных магазинов, ловко обходя все усилия со стороны полиции и шаг за шагом становясь легендарной фигурой криминального мира. Мне нужны деньги, чтобы провернуть одно дело. И говорят, вы тот, кто может помочь. Я в деле. За партнерство по виске. Люди не рождаются злодеями. Как и в любом деле, тут нужна практика. Добрый день. Привет. Не кричи. Так лучше. А что случилось? Там банк ограбили. Не может быть. Есть! Детектив Рэй Хоффман. 8228 ограблений. Из-за плохих показателей финансирование сокращает. Восьмое место. За пивом. 1967 год. Чтобы морально поддержать воюющих во Вьетнаме друзей, Чики Донахью решает самолично угостить их американским пивом. Поездка, начавшаяся как спонтанная авантюра, в корне меняет его взгляды на жизнь и войну. Девица с пивом на войну. Да, не самый умный поступок. Но и далеко не худший. Можно начать отсюда, с Коллинза. Вот, доставил пенный привет из дома. И если будешь жив... Американец? Из Нью-Йорка. Спасибо! Потом заскочишь к Дугану. Та-да! Чики, привет, спивка. Тебе тут не место. Тебе смешно, да? Это не ради прикола, ради друга, ради всех вас. Подъем, уходим. Все закончилось? Да, ты убил. Седьмое место. Быстрее пули. Наемник под кодовым именем Божья коровка отправляется на новую миссию. Вместо заболевшего коллеги он должен сесть в скоростной поезд «Токио-Киото», выкрасть чемоданчик и сойти на промежуточной станции. Но выполнение простого задания сильно осложняется, когда выясняется, что состав просто кишит всевозможными киллерами. Эта работа ни хрена не простая! Там что-то происходит. Да, я не единственный на этом поезде, кто ищет этот кейс. Лимон. Где чемодан? Я его спрятал. Он был здесь. Мы идем по графику. Все, что когда-либо происходило с тобой... Будет больно, твари! Привело тебя сюда. Судьба. Шестое место. 13 жизней. История спасения 12 мальчиков и их футбольного тренера из затопленной пещеры в Таиланде. Это невероятно. Это неэтическое. Это неэтическое. Мужчина умерла. Я прожил. Мы не сделаем ничего. Мы будем его туда застегивать. Так что вы ожидаете кишечникам? Да. Я ожидаю кишечникам. Пятое место. Тар. Всемирно признанная дирижер и композитор Лидия Тар становится первой в истории женщиной-дирижером Берлинского филармонического оркестра. Она дает интервью, выпускает книги, преподает и в новой должности приступает к репетиции симфонии номер пять Малера. А также заботится о своей партнерше, первой скрипке оркестра и маленькой приемной дочери. Но когда одна из ее бывших подопечных кончает собой, безупречная репутация Лидии оказывается под угрозой. Четвертое место. Любовь по вызову. Через два года после смерти мужа 60-летняя Нэнси Стоукс решает попробовать то, о чем мечтала многие годы. Испытать удовольствие от секса. Она снимает номер в отеле и приглашает парня по вызову. Я всегда стыдилась своего тела. У вас прекрасное тело, я хочу, чтобы вы это увидели. Каждый хочет чего-то нового. Я не осуждаю своих клиентов, если только они не придурки. Я никогда в жизни не делала ничего интересного. Ты мое единственное приключение. Сколько было самой старшей из них? 82. 82? Да. 82. Хорошо, теперь мне лучше. Третье место. Аббатство Даунтон 2. Вдохновляющая графиня Вайолет Кроули получает в наследство роскошную виллу на юге Франции. И вся семья отправляется в грандиозное путешествие, чтобы раскрыть тайны новых владений. Тем временем в аббатстве Даунтон начинаются съемки художественного фильма, и обитателям поместья приходится смириться с тем, что в Даунтон проник современный мир. И начали! Стоп, стоп! Простите. Современный мир проник в Даунтон. Почему, по-твоему, он подарил тебе виллу? В этом и заключается тайна. Тогда мы срочно отправляемся на Ривьеру, и заодно пропустим съемки этого ужасного фильма, Мэри. Надеюсь, это был реквизит. Веди нас за собой. Теперь ты наш капитан. Надеюсь, их предупредили, что британцы идут. Второе место. Прорваться в НПА. Бывший баскетбольный скаут случайно натыкается на молодое дарование и решает использовать его, чтобы вернуться в НПА. Вот дает. В Филадельфии весь твой мир изменится в одночасье. Мне надо работать и заботиться о маме и дочке. Зарплата 900 тысяч долларов. Он возьмет отбол. Первое место. На Западном фронте без перемен. Германской империи. 1917 год. Преисполненные патриотизмом, 19-летний Пауль Боймер и его друзья-одноклассники отправляются добровольцами на фронт, где им предстоит испытать на себе ужасы Первой мировой войны. Ложись! Лишь за последние недели более 40 тысяч погибших. Все кончено. А какой из фильмов добавил бы ты в этот список? Напиши название или даже сразу несколько названий фильмов или сериалов 2022 года, которые уже вышли. Если твой фильм мне понравится, то я отправлю тебе 5000 рублей на банковскую карту. И не забывай про Skill Factory. Ссылка на них находится под видео. Пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал и нажми колокольчик. Ведь я очень старался. Смотрите только хорошие фильмы, а я посмотрю плохие.